Здесь хотя бы lock есть. Можно почитать, если ты ничего не успел. Просто все диалоги записываются. Это хорошо. Так. Не понял. Я чувствую, что это дело сойдется с тем, что майкрофт появлялся. Что-то мне подсказывает. Ну да, во всех играх такое есть. Пожалуйста, джентльмены, отойдите. Мистер Холмс, это вы? Добрый вечер. Констабель Мэру. Я работал с инспектором Абберилл, поделал с жеркопотрошителями в 88-м. Но потом мы такими не занимались. В этом деле есть и убийца, и орудие убийства, и наказание. Все говорит за себя. Разумеется, мы равно. Вы знаете, что внешность бывает обманчива. Кто жертв? Двое оба застрелены. Толстяк Брайан Викотти, известный бандит. Второй Кеннетт Баттлер, профессия ювелир. Говорили о показаниях. У вас есть свидетель? Ну, я тоже был здесь. У меня свое заявление. И было еще два свидетеля, которые показали, что свидетель... Чуть-чуть. Тогда у меня мистер Тернан живущий в квартире наверху. Поли Пауэлл, светочница, стоящая на другой стороне улицы. Ага, она все видела, да? Конечно. Хренительно. В конце примеру, я буду счастлив услышать ваши показания. Стоял с северной стороны Хауфман-стрит. Там, откуда вы пришли. Но вы не увидели эту часть улицы, пока стояли там. Тут. В смысле? Наверное, но я видел, как две жертвы медленно вышли из Хауфман-стрита. Затем почти сразу начался фейерверк. Несколько минут спустя, Чапман промчался мне в меня прямо на Хауфман-стрит. Доложайте. Не берите внимание, но внезапнулся, слышал женский крика, полицейский свисток с другой стороны. Хауфман-стрит. Я бросил сюда, ввел два трупа на земле, когда я достиг Уайт-Чапелл-стрит. Нинга запопался Лейтон Чапман, пойманный двумя констаблями. Ну, что это, делает его убийцей, что ли? Ну, он, блин, пацан мелкий, он испугался. Господи. Слышали выстрел? Я не слышал выстрелов. Все, небо было в фейерверках, стоял такой грохт и я вообще ничего не слышал. В каком поводу устроили фейерверок констабль? Ну, на сегодняшний день рождения королева Виктории? Мистер Холмс. А, да, я потерял еще днем. Сейчас же май, ну, конечно. Я думал, ну, сейчас июль. Упс. 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 Виктор Холмс. Упс. 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 пуля попала в голову не было шансов плиты стревший предмет деревяшка описывал сок дерево застрявшим между плитами нужно его рассмотреть кроссы лог еще ревешка столом он недавно что ищут обычный ключ интересно в какой двери ты знаешь кто после этой фразы попытался ставить кровь течения рукой смертную зла мгновенный пуля попала в живот ужасно ровка тюрьмы в сбит вирконте провел там какое-то время что еще брайан виркоти очень страдал ужасно смело длинный шест с рогаткой на конце пригодится потом что я еще упускаю это мне приятно помогать с твоей investigation mr. хорнс Окей. Добрый вечер, мистер Терн. Я слышал, что в конце меры назвал вас мистер Холмс. Ты тот детектив, который я слышал? Я кое-что знаю о вечере. Отлично. Скажите вашу историю. Чего? Все равно больны. Нужна поддержка, больная нога, хромота. И такое ощущение, что я нашел кусок трости, да? Чего? Да чего? Да я понял, да, ну хромота. Окей. С лицом-то что? Да боже, где? Что? Пузо? Что-то на пусть было. О. Не хватает пуговиц. Бедняк. Окей. Спасибо. Вы могли бы сообщить все, что вы видели и слышали? Я уже лег спать, когда начался салют. И сразу я услышал твой выстрел за окном. Продолжайте. Я быстро встал, схватил лампу со столика и кинул скакну. Смотрел вниз, увидел два тела. Там еще был человек с пистолетом. Совсем близко. Где именно? Рядом с телом. Он вас заметил? Не думаю. Он побежал в сторону Уай-Чепелл-стрит без оглядки. Мистер Терн, видите ли вы кого-нибудь еще? Не, я не видел никого, кроме того парня. Убийца. Второй схватили. Ты че, нахрен? Ты то мошки, то ковары, и че происходит точно? Быстрее позвучали один за другим? Да, с очень короткой паузой. Они звучали по-разному. Какое отличие? Ха. Мне казалось, что второй выстрел был громче первого. Интересное наблюдение. Может быть, типа, один выстрел был вплотную? В пузо? Вторую голову с расстояния? Октябрь, какие нафиг комары? Обычные? Это может быть у тебя холодно? У меня жара на улице стоит весь день. Мистер Тернер, что вы делали после того, как подошли к окне? Я боялся, что человек с пистолета может вернуться. Поэтому стоял у окна, пока не пришел полицейский свой Чепелл. Когда я спустился и рассказал ему все, что видел. Ты помогла нам огромное дело, мистер Тернер. Однако это противоречит показателям мэру, который не видел никого у окна. Ха. Окей. Эм. Мы с ним еще раз поговорить. Че-то не сходится. Мистер Тернер, вы наставите все старые у окна после убийства. Верно. Да, мистер Холмс, я стоял у окна, пока не пришел полицейский, чтобы осмотреть тела. Это очень интересно, место Тернер. Консервиум мэра говорит, что никого не видел у окна, когда пробегал по Халфман стрит. Халфман. О, думаю, Консервиум мэру, я, 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 мы, ну, нас слегка дезориентировал, свисты, крики с улицы Уэль Чепелл. Может, мы с ним разминулись, понимаете, да? Был немного нервом в тот момент сказать по правде. Позвольте мне саму сделать выводы, мистер Тернер. Не покажете мне, что именно видно из-за вашего окна? Конечно, мистер Холмс, следите за мной. Мистер Тернер живет очень скромно. Поэтому давай, короче, туда, зыкать. Пламя гаснет. И разжигали час назад. Что это? Увы? Зова? Жженную пумы. Практически сгорело. Я не могу вручную текст. Написано неразборчиво. Могу бросили вагон совсем недавно. У меня плюс пять, такого по утрам не бывает. Ну, по крайней мере, где-то 10-15. В шесть утра было достаточно тепло. Криги на этой полке стоят в беспорядке, словно мистер Тернер пытался найти что-то в спешке совсем недавно. Ружье, например. Лампу. Тоже вариант. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ой-ой-ой-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Сейчас приз göst ну или sector Hall Встал спасили услышал выстрел. Выстрел вuerл вышел поговорить я вы чё тут шумите просто блин я был в похожей ситуации я на улице стоял и внезапно короче метров 30 от меня стрельба началась было стремно кухонный нож довольно острова кухонный стол вопрос изрезанную бумагу остались кусочки мелко нарезанную бумагу бумаги кухонный нож использовался чтобы порезать бумагу скорчика будет 17 00 чай пить каждый день есть овсянку по утрам чем это когда будет лет через 30 желаете узнать что это еще мистер холмс да зачем ты убил их так вот что видел мистер тернер открыв окно т.р. Брайана Веркоти тело Кеннета Баттлера мистер Тернер был отлично видно место преступления и трупы и Лейтона Чапмана рядом с ним что-то забрал ха ух ты и встал как раз кровать и взял трость встал с кровати встал с кровати ну логично было бы предположить что он открыл окно и потом вышел на улицу подошел к трупу взял что-то с него пришел домой поставил сломанную трость зачем он ее поставил потом видимо прочитал что было в бумаге поначал ее резать потом бросил все что есть ну в камин посмотрим что получилось прикольно даже все проделали окей увидел что их убили поскольку он бедный возможно он просто решил навалиться с трупов забрать что-то какой же медленный господи я понимаю что есть перемотка быстрая но я не хочу ничего пустить может быть да что-то такое этот ювелир на правильно сломал трость он забрал что-то у ювелира есть предположение что он забрал что-то лишнее ну либо да какую-то расписку забрал чтобы ее уничтожить типа я никому ничего не должен пришел поставил трость что-то взял отсюда что он отсюда взял но пока что все логично сходится единственное я не понимаю зачем он трость поставил хотя с другой стороны она сломалась а он нож взял наверно с полки все правильно сзади орнольд использовал книгу чтобы спрятать то что он нашел на теле кеннета батлера простом что ему два варианта либо спросить его либо просто воровать ходить отпечатки жирных пальцев на обложке этой книги как ты ты видишь бабе диак а какая находка прекрасное жерель внутри книги это ура бороз какой-то или что такое клава баранов бросается заражением голов овнов сейчас встречается в тренегреческих изделиях вероятно эпоха эллинизма воруй я удивлен что он до сих пор его держит у себя дома то есть если бы кто-то начал шариться в моем доме я бы наверное выгнал его прям в момент хера себе тем более он блин ветеран войны мистер Тернер как могло произойти что человек вашего возраста смог добежать от кровати до окна за секунду если вспомнить ваши слова ну я еще способен двигаться очень быстро когда нужно мистер холмс и когда ситуация требуется, мистер Холмс хромота очень я сомневаюсь в этом мистер Тернер я заметил что вы хромаетесь за ранее неправой ноги вам понадобится как минимум 10 секунд чтобы добраться до окна за это время вы пропустили бы что-то или кого-то кто мог оказаться на Халпут стрит вы правы мистер Холмс мог бы пропустить ведь произошло так быстро время иногда играет с вами злую шутку а как с остальным вашим рассказывать мистер Тернер очень важно чтобы вы рассказали всю правду мистер Холмс уверяю вас все остальное все правду что я сказал мы все остальные шутки старинный браслет который вы сперли говорит об обратном мистер Тернер вы не были честны со мной не тогда не сейчас но мистер Холмс эта вещь мистер Тернер не могла оказаться у бедного человека она стоит больше чем весь ваш дом я могу объяснить лишь поправьте меня если я ошибаюсь вы увидели Лейтона Чапмана через окно но вы также заметили блестящий предмет прекрасное украшение спустились и взяли браслет с тела Кеннета Баттлера когда услышали свистки поспешили обратно из-за этого сломали трость застряла между плитами констабль Мэрл не смог увидеть вас в окно потому что в этот момент поднимались под ступеньку в квартиру вернувшись домой вы спрятали украшение в книгу мистер Холмс пожалуйста не откройте меня в тюрьму я не сделал ничего плохого я бедный человек когда я видел браслет я подумал что это возможность получить немного денег я был в отчаянии я только браслет взял и все клянусь совершили ошибку пытаясь лгать мне но вы не преступник я верю но однако я должен вернуть браслет законному владельцу вот почему нужно оставаться дома ночью комментарий просто идеально подходит для ситуации вышел хотел поворовать а тут короче пришел Шерлок Холмс короче обвинил меня чуть в тюрячку не посадил вот поэтому и нужно сидеть дома ночью нахер вышел чё не знаю так искать квартиру выполнено искать в архиве как вместо преступления поговорите со свидетелями со свидетелем свидетель номер два пожалуй мне цветочница да как к ней добраться то она здесь живет это вернее не живет работает блин тут прям большой участок то тоже а чё тут одна то ты же паулины миссис паул чего вам мне зовут шерлок холмс я помогаю полицию расследование преступления произошедшего здесь этим вечером и ждал показания ну лан чё а почему анализ нельзя делать ее она какая-то особенная могли бы рассказать все что видели и слышали да да я продавала цветы как всегда а потом начался салют в честь королевы Виктория очень красиво даус но затем внезапно с Халмун стрит выбежал парень остановился прямо передо мной у него был пистолет в руке он был похож на привидение к тому же весь в крови было темно но я разглядел его во вспышках салюта а потом я закричал за всех сил я знал что полицейские должны дежурить мне не было времени скрываться констабли схватили его затем подошел еще один констаблил и я услышал как он рассказал об ужасном убийстве хаба мада я обожаю английский акцент хаа. ха хороший оптимист для arising ветерана без внуков да уходил это был шанс и надо было воспользоваться выстрел миссис пау слышали выстрелы могу сказать знаете фейерверки с такой увидели еще кого-нибудь на халкан стрейт убийстве во время не царь никого даже смотря на фейерверк я была очень внимательна потому что постоянно ищу клиентов и что это все просите лейтона смотрите вещи в скотт ленд-ярде узнаете больше о старинном браслете ok 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 я не знаю стоит ли ходить сюда вообще понял чего мигр разворачивает зачем-то ну да это все каждый раз что халфмунд стрит халфмунд я как не так читаю постоянно так вот сначала посмотрим что за браслет все остальное искать так старинный браслет где такое нам нужно искать архитектура искусства скорее всего старинный золотой браслет найденный в квартире терна украшен головами лунов далее а а что-то я раньше не замечал ботаника медицина история технологии экономика тоже вряд ли ресурсов газеты исследования химия до токсина раны травмы криминалистика единоборства знаки символа красотеки символа газета ш вот за все летающий лобстер и все еще хочу знать о чем это это не то, что я нужна Субтитры делал DimaTorzok Так, а могу... Мне нужно все лтыкать что ли? О, вот оно. Э! Верни! Необходимо продолжить поиск в архиве. Чего мы нашли-то? Это прекрасное старинное украшение является частью коллекции сокровища эллинизма. Так, мне казалось, я тыкнул на сокровища эллинизма. Пять голов овнов изображены на браслете, ожерелье и кольце. Каждая выполнена из чистого золота. Пять овнов метилены. Похищены из музея в 1885 году. Газеты. 85-й год. И я тыкал и на это тоже. Вчера вечером, во время перевозки из Британского музея на выставку изобразительного искусства в Глассфурде были похищены сокровища эллинизма. Владелец ломбарда Кеннет Баттлер связался с полицией и рассказал о джентльмене, пытавшемся продать ему коллекцию старинных вещей, принесенных в его ломбард на Чорч-стрит. Полиция вскоре задержала подходящего под описанием мужчину. Ему казалось профессиональный грабитор Винсерт Фолли, как раз предпринявший попытку сбежать из Лондона через порт. Его опознал выживший водитель Кэба, в которого перевозили сокровища эллинизма. Винсент Фолли отказался сообщать Диммину о спирту украденных драгонценностей и ему назначили тюремный срок. Краденец ограничен до сих пор не обнаружен. Даже Винсент Фолли, а это вот тот пухля, которого убили? Ха! Окей. Один из этих врагов, Кеннет Батлер, участвовал в истории с пищением сокровища эллинизма. Нужно ждать в его ломбард. Ну-ка. Слово бог, только сейчас понял, что бумагу... Что за бумагу он сжег? Я должен это знать, или это какой-то спойлер? Ну, видимо, да. А, кек. Ладно, это логично, да. Он взял книгу, вырезал в ней середину. Чтобы спрятать туда. Блин, логично. Неужели у этого старого деда просто, знаешь, брендом на книг, короче, с дыркой по центру на полке стоит? Ладно, окей. Это было логично, но я вообще об этом не подумал. Да и забил про это. Мужчина, я вас не знаю часом. Вы очень похожи на того, кого я отпустил. Пару голов назад. Паншоп. Окей, вот он. Перед кручом. Колюч мистера Батлер отлично подходит. Парфект ли. Парфект ли. Понял, парфект ли. Не перфект ли, а парфект ли. Ты чё не шерешь? Полк? Ледорубку кошки. Сюда могли принести только альпинист. Кошка в смысле крюк. И всё? То есть он нам пригодится? Мы чё куда-то залезать соврались? Ёпт. 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 Куда эти мы? Вы хоть раз бывали в ломбарде? Что я чё-то ни разу не бывал. Ракетница? Возможно заложена беднейшим матросам. Ракетница в смысле. Сигнальная ракетница. У меня такое ощущение начинает складываться, что мы будем моделировать ситуацию с фейерверком. Левый ящик. Ожерелье. Глава овнов. Это жерель из коллекции 5 овнов. Метеллина. Любопытно. Это означает, что Кеннета Батлер до сих пор есть часть этой коллекции спустя 10 лет. Замрал. Окей. Похоже, что мистер Батлер кратно вёл дела. Зару кинут. Помнится, ты как-то сказал мне на трёх украшениях. Золотые с головами овнов из Древней Греции. Они ещё у тебя. У меня хорошие новости. Нашёл человека с деньгами, который сходит с ума по таким штукам. Готов отвалить небольшое состояние. Я могу устроить тебе встречу с этим денежным мешком, но ты подеришься с заработком. Буду ждать тебя на углу Большой Аллеи и Half Moon Street в воскресенье вечером до начала салюта. Угу. Окей. Окей, совпадает. Они вдвоём встретиться хотели, чтобы... Ага. Чё-то я тут увидел, не? Га. Ну, есть. Пока ничего. Так, стоп, подали, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Дай-ка, я тыкно. Мотив грабёж. Добретение исчезнуших сокровища и ленизма. Могу стать мотивом убийства совершенно на Хауфман. На Хауфман опять. Half Moon Street. Мистер Тёрнер забрал браслет сразу после преступления, но кольцо до сих пор не найдено. А, то есть ты ещё... Ты чё, старого хочешь обвинить? Ты чё, с ума сошёл? Сам ему... Сам же сказал, что он уже всё. Ружьё я вроде тоже не видел у него. Подожди, всё? Э? ладно стрит скотт лентертали на байкер стрит сгоняем проверю на самом деле архив еще раз ну чё там поменялось хрен его узнать прям чувствую что мы будем моделировать какой ситуации идиотскую где кто-то будет стрелять ракетница и будет что-то дальше происходить я прям я прям предчувствую что такое произойдет скотт лентерт баловался бижутерий в ломбарде просто вы всякие цацки ненужные обмазили купите часики бишь холмс что привело сюда ночью и заинтересовал сделал эйтон чапмана или с товара и этим вечером обвинили двойном убийстве тоже обращение для полиции это дело предельно ясно или вас есть какие-то новые факты узнает инспектор слушайте вы можете расследовать сколько вздумается мистер холмс чапан арестовали с революером в руках в комнате с уликами подозреваемый в камере что-нибудь еще нашли несколько вещей ничего ценного мистер холмс спасибо строй ты мне скажи ты у нас детектив главный тут так сначала пойдем вещи посмотрим вот пистолет на один ул эти ну когда я поймал полиции к револьвер вебли надежно оружие что патронами не вытащили из барабана я такой сразу короче а можно посмотреть их где-то тут же открывается вы так это чё такое о интересно 2 6 патронов пустоты было сделано два выстрела еще часы несомненно куплен на собственное средство сейчас еще вот у бака очень интересно это пистолет убийцы определенно современные выстрелы темного выстрел показались разными потому что их сделали с разных частей хохмон стрит все равно выстрелы показались разными потому что их было три чё положение стрелков с разных частей какие-то у тебя мысли не мыслием и двойное убийство кинут баттлера брайан вес виркотте жертвы для на убийство совершен но одним человеком они за другой тут и брайан какой-то виркотте почему бесспорно улики показать свидетель орудия убийства указывает на то что виновник лейтон чапман пока я не закрыл дело еще не заказан я уже язык запретыкается пожалуйста проводить это подозреваем для допроса гейшин он сейчас будет панически рассказывать соблюдок добрый вечер мистер чапман кто нечего сказать какая-то ошибка покойся лейтон я пришел чтобы помочь чтобы доказать вашу невиновность о которой ваш младший брат уиггинс рассказал мне мой брат вы узнаете то есть вы мистер холмс я расскажу вам все на лице первое что бросается в глаза собственно глубокий шрам ввязывается в драке вырос на улице окей синяк под глазом недавно синяки сопротивлялся но это эти его побили пульсирован клерк он клерком работает а вот это уже интересно в той же тюрячки сидел что этот рассказывает закончил работы поспешил увидеть фейерверк в вайдчапелл было поздно поэтому я решил срезать на халфмут стрит я увидел как первая вспышка озарила небо наткнулся на полицейского на углу и завернул халфмут стрит затем внезапно во вспышке света я увидел двух человек лежащих прямо на земле я остановился я подумал повернуть назад позвать полицию но в этот момент заметил третьего человека склонился над тем телом что лежала дальше от меня в ту же секунду он поднял голову посмотрел на меня а в вспышке света я увидел его пистолет но он сделал рывок и побежал в сторону вайдчапелл стрит у вас было время вернуться за констеблем я запаниковал не знал что делать я склонился над телами проверить можно ли может они еще живы и убил как в одной из них кровь вытекла из живота он умирал ужасных сразу уже мертв лежал здоровьего руки пистолет забрал его пошел за третьим человеком ты забрал пистолет у того кто лежал на земле то есть он в ответ что ли выстрелил нет даже все равно не сходится там в уликах сказано что типа было три выстрела ну у того которого убита у него два пистолета два патрона не хватал то есть он два раза выстрелил два раза выстрелил еще было показание того что типа как будто бы из разного оружия стреляли то есть возможно он короче выстрелил в того кто пришел на встречу убил его потом пытался выстрелить в другого человека но тот убил его чё-то тип того может возможно гильзу надо искать давай продолжай взвернул за угол увидел человека среди улицы он вроде паниковал затем мистер холмс произошло нечто странное я сказал полиции но они посмеялись мне клянусь что горе правда он вверх улетел я все отвечаю он вверх улетел я побежал к нему затем меня слепила вспышка света настолько ярко что я ничего не увидел секунд десять продолжал бежать когда выбрался свой чепель я слышал крик женщины затем меня схватила полиция где не был ни следа того человека я тебе говорю так и было он по стене вверх ушел нашли пистолет конечно когда нашли пистолет и всю эту кровь и я не видел как скрылся убийца в той сети настоящий рассказ мой юный друг лейтон можете описать человек который увидел на халфмунд стрит мы в ломбарде видели кук крюк альпинистский ну то есть возможно он это и по веревке наверх я в этом плане я мог разглядеть его лицо не мог было слишком темно он стоял далеко я видел его силуэт ну и каким он был ничего особенного на нем был пиджак средний рост средний рост Таня еще проекло внимание нет ну возможно это странно но я слышал звук шагов когда он побежал за грохот и фейерверков или из-за того что я слишком удивился не было звука шагов а чё ты за ним пошел точно крайне говоря озадачен зачем такому молодому человеку как выбрать пистолет с трупа и преследовать возможному убийцу знаю самому странно что но в тот момент я действовал по наитию преступник должен был быть арестован он был вооружен рисковал жизнью слегка глупо если только вы не хотели отомстить не мистер хунт я просто был храбрым и глупо что так не полагаю вы опознали одну из жертв брайана виркоти хорошо вы знали не так ли как как мы узнали у вас татуировка тюрьмы уэст-гейта на руки я видел точно такую же татуировку мистер виркоти знали его когда в прошлый раз сидели в тюрьме в прошлом сидели в тюрьме я прав мистер чем но право мистер хунтс так в чем суть то да теперь это химон вот этим не брали не виркоти спасатели за грабеж первые в тюрьме прикрепился когда мы сброс стараюсь помогать друг другу от отбывая срок вылечу молодого да да мистер хунтс так украли фунт мясо после освобождения когда увидел что стало с моим младшим братом я решил начать честную жизнь трудные времена его сестра умерла влечебница в очереди пока он сидел в тюрьме не осталось никого наш пути разошлись он вернулся криминал и вы его потеряли да около двух лет я ничего не слышали мастер хунтс скрывались молодой человек пошел к дверь на южи же куражи красава а шала вымышленный человек человек описанными лейтаном чат на плод его упражнение создано чтобы продать себя серьезно подожди так быстро подожди подожди двойное убийство нет понятно тут развилок то никаких нету что ли а подожди вот одновременно и выстрел тернер черно выстрел показались разными потому что их было три сначала прозвучал одиночно затем два одновременно и от стран предлагать его просто взять осудить все было бы неплохо возможно керен батлер брайн беркотте выстрелили друг в друга подожди посмотрите их тела и представьте как это было я себе это вижу по-другому я себе это вижу так что один выстрелил один раз не 111 один выстрелил убил потом пришел тот второй и короче выстрелил в него он выстрелил в ответ я вижу себе это так пока моделируем ситуацию это будет интересно чего черт делаешь пацан чуть на животе от моего брата у брата у которого поймали избили и посадили убийца никого не убивала как следи за языкование отправишься за братом копер 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 сделать все что спасти брат да вы все чуть тут это так не просто мой второй пистолет не нашли вот чем штука то есть он нашел один пистолет а где второй тогда пистолет если они друг другу стреляли очень пони так активировать был промо типа один раз про что так это он стрелял я думал он выстрелил теперь я бы стена смотреть я выше не вижу ничего нужно найти что-нибудь что в прицеле мою лампу есть у меня тут кое-что подожди где было я же видел где-то вот полу вон она вон она вон она давно полу что-то лежит чаклян пригодится где где на полу что-то лежит до бутылки до бутылки болен еще бы я видел хоть что-то определенно след пули трещина на кирпичи совсем свежие ватсон на улице было третий выстрел но то есть я почти был прав что выстрел был третьим перестрелка кент батлер брови сверху тип погибли при пресс перекрестной стрельбе обоих были пистолета один из них исчез кент батлер брайан виркоте жертвы двойного убийства совершенно нет да вы сами видели то что нет а чё тут не сходится ничего так даже одновременно выстрел два одновременно может наоборот сначала два потом один так что мы ищем так что-то я отключился на секунду мы ищем пистолет и убийцу так можно надо пойти просто посадить следу куда он побежал а где его поймали то сюда он побежал или куда он побежал так возможно здесь должно что-то еще совпасть кнопочки чё-то совпало чё это мотив грабеж личный мотив мотив убийства совершенного на халфмолл стрит мистер забрал браслет сразу после преступления но кольцо до сих пор не найдем личный мотив жесток ты чего им предлагаешь часа старика что обвинитель чем столько убийство на на халфмолл стрит был совершенно лейтоном чапманом помать ему личной вражды чего-чего джи лейтон чапман это кто то старый так вот еще чуть появилась исчезнущий человек заявлено лейтона чапмана оба одетым в черный ой черт в пиджак человеке забежав с места преступления выглядит правдопадом внутри выстрел доказать наличие 2 пистолета не обнаружен до сих пор лейтон это пацан в тюряге мотив для убийства жестоко убийство халфмолл стрит был совершенно лейтоном чат мы по мотивам лично дожди ты чё ты чё угораешь то есть его обвинить хочешь в любом случае что я ни хера не понимаю за что или что как успехи тут все вроде нормально игра правда немного конфузит меня сейчас не ногу искать человек в любом случае говорить с констаблем мэром выясните могли убийца спрятаться в одном из заколков халфмолл стрит окей ща уясни слышь мэроу ты ж мэроу казари мэроу нам необходима вашу помощь и расследование с удовольствием мистер холмс хочу убедиться что на хохмолл стрит нет закоулков где можно будет спрятаться от вас это ваши лампы что мне делать возьмите лампу и идите также как вы шли для этого старайтесь найти понял чего и хорошо есть все в порядке конца да еще раз я выберу другое место ну первое выглядело весьма правдопаду ядрите спрятался еще раз я выберу другое место пахнул луиджи беншин до приведу ну он говорил да что короче он прятался 9 ком спрятался так не понял так ну он шел этой дорогой ну ты хочешь сказать что он дальше пошел что-то я не понял у вас было очень легко найти теперь понятно что никто не смог бы спрятаться от лампы консерве мэро и это не точно и это весьма не точная информация потому что хер его знает нуazioni Преступление в процессе Я сейчас читаю и понимаю, что я тоже самое сказал Если мы примем внимание, наверное, что на Half Moon Street В момент убийства был еще один человек То он мог удрать только вверх по стене Смоделируем его действия Устроим похожую вспышку И вскарабкаемся по стене Просто угаданно С того года, да Так, давайте перев сделаем по-быстрому Пока еще не совсем поздно И сразу продолжим Да? Да Сейчас я вернусь И продолжим Бирби Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok